всем привет меня зовут сергей а это означает что вы снова на канале взрослый коллекционер сегодня я хотел бы вас окунуть в некую ностальгию по 90-м годам и вспомнить такие яркие моменты из детства как растворимые соки и напитки подобия white юпи в америке они были также очень популярны и имели большие рекламные акции и героиня сегодняшнего выпуска не стала исключением она стала моделью для неизвестного в россии но очень популярного в америке напитка под названием куэйт и выпускалась целая серия барби посвящена этому напитку и все они шли закрытых коробках насколько мне известно кукол было три как минимум две у меня в коллекции имеются и сегодня мы рассмотрим любимую куклу из этой коллекции и она находится в этой коробке кстати зря я не принес оригинал который у меня уже раскрытый еще чем необычен наш обзор я распаковываю володину куклу без его присутствия где володя дела нет володи выпуск этой куклы был посвящен этому напитку который продавался в порошковом виде и при разведении его с водой получался но может быть не самый вкусный но во всяком случае безумно сладкий и яркий как и не знаю как не он цветом напиток собственно это нам кукла и продемонстрирует всем своим видом давайте обратимся коробки я вкратце расскажу что на ней написано первое самое интересное надпись которая вверху она говорит о том что это специальный выпуск для коллекционеров вообще я думал что это игровая кукла вроде не стоит там сумасшедших денег продавалась насколько я понимаю в открытом доступе и сама кукла ну тянет на игровую конечно в коллекции она смотрится ярко сразу сделал вам небольшой спойлер но я думаю что она игровая дальше мы видим логотип барби барби долл почему-то здесь именно приписали эту долл хотя на других выпусках такого не встречал и написано from wakey warehouse что меня повергло в некий ступор при переводе я не понимал что это пытался найти информацию что возможно это какой-то магазин но не нашел такую информацию дальше мы видим арт этой куклы кстати когда вытащу будем рассматривать соответствует ли она арту или нет стоит она на песчаном берегу на фоне пенистой волны такой приятный бирюзовый цвет как фон ну и сама барби очень яркая и интересная также имеется у нее аксессуары которые мы тоже в комплекте и увидим внизу еще один арт мелкий и он нам сообщает о том что мы можем миксовать между собой вещи и делать вообще из них пляжный лук или пляжный образ также внизу написано что рекомендуется давать детям от трех лет данную куклу так как имеются мелкие детали собственно самое яркое что есть в этой коробке это было как раз передняя часть так как боковых частей мы видим только логотип барби коллектор эдишн и продолжение волны более ничего то же самое с этой страны и опять указано что это вайки уархаус возможно что-то подобное в америке существовало и возможно она была популярна в 90-х годах может быть это даже магазин или супермаркет но истории по ныне неизвестно что такое вайки уархаус если кто-то знает опять же просьба писать в комментариях задняя часть коробки просто розовый цвет со значком и информации о компании motel также здесь написано комплектация также год изготовления 1992 и произведена эта кукла в китае указано что все права соблюдены и вот опять же тут написано что сотрудничество скул эй и вайки уархаус сверху также информация о том что это барби о том что это коллектор эдишн а снизу продолжение пляжа и предлагаю распаковать ее и узнать что же там внутри открывается она всего лишь нужно открепить верхнюю крышку которая закреплена на клей клей как всегда очень хороший как всегда не поддается простому а ребята наконец-то я узнал что это клей на водной основе они хотя бы это написали уже вот здесь и и сейчас произойдет волшебное действие достану ее в комплекте идет ну как и все коллекционное один год гарантии больше в коробочке ничего не имеется поэтому ее я оставлю все-таки здесь потому что мы будем сравнивать куклу с артом но это будет наверное самом конце когда я уже достану на самом деле это одна из моих любимых кукол я наверное владимир и и выпишу вот в комплекте много всего идет мы это конечно же распакуем в первую очередь наверное нужно достать куклу она закреплена на проволоке вообще кукла вы уже можете насладиться ее она очень красивая очень необычная и очень яркая хочу сказать что распаковываю я куклу владимира и расскажу о нюансах которые заметил при распаковке то есть моя кукла все-таки имеет небольшое отличие она слишком ограничено я бы даже скала на данный миллион малышку меня а владимир так как и у всех сейчас я закреплю на резинке потому что все развалилось так но в целом с прической справился они тоже поговорю попозже и сначала я распакую то что шло к ней в комплекте и мы это рассмотрим основное конечно же и самое такое популярное что было с куклами это была расческа расчесочка малинового цвета все-таки это малиновый цвет и он очень много присутствует в наряде куклы также здесь идут запасные трусы кстати когда я приобрел впервые распаковывал сам для себя очень долго смеялся на то что к ней шли в комплекте дополнительно трусы и не знаю куда она собрала пляж это ну мало ли на пляже что-то случится по дороге все-таки запасные трусы барби есть и идут кроссовочки в комплекте яркие розовые тоже ближе такому к малиновому цвету стандартные но вот цвет их как-то делают интересными и также у нас в комплекте ки здесь идут дополнительные аксессуары нет просто козырек салатового цвета и фрисби такого же цвета как и козырек также в комплекте шла сумочка cool aid сумочка это из синтетики сделана она функциональная с наклейкой и такая находячая реклама по пляжу будет у нас этого напитка сегодня начну наверное немножко необычно я начну с волос и буду двигаться вниз так сказать по кукле чтобы рассказать вам подробнее про нее волосы имеют белый цвет это не платина это смесь именно здесь идет платиновый и вкрапление такого пшеничного блонда очень хорошо перемешаны в итоге получился такой бы сказал естественный цвет блондинки волосы заплетены у куклы в косичку колосок сделано на двух резинках сейчас попробую рассмотреть прошивку здесь тоже она очень густая ну и по толщине косички можно понять что волос довольно таки много у нас значит имеется ну соответственно для пляжа смуглый скинтончик такой она явно уже на этом пляже было и не один раз загорала молд лица суперстар с розовой помадой с модной в то время подводкой синего цвета на глазах имеется выделены нижние три реснички сверху идет подводка темно-синего цвета на подвижном веке тени тоже темно-синего цвета сами глазки очень интересно тоже прорисованы они радужка имеет два цвета это бирюзовый и синий цвет внутри зрачка имеется по одному блику и также брови светло-коричневого цвета также имеется конечно же украшение это классические сережки гвоздики они не напоминают цвет ежевики из ушей не вынимаются имеют стоппер и такое же колечко как и сережки имеется на руке ну и дальше идет наряд и тут просто пожар в тропиках тут барби попугай и все эпитеты которые можно к этому приложить очень яркий костюм и сверху у нас имеется такая пляжная блузочка с завязочкой на груди без каких-либо других элементов крепления и снимаем эту блузочку блузочка сделана из синтетики ну конечно какая еще ткань выдержит такие яркие краски косни синтетика кстати не рекомендую делать то же самое что и барби ходить на пляж в синтетике это не совсем логично блузка необъяснимого цвета она имеет мне кажется все оттенки радуги вот но преобладающий цвет я бы наверное отдала вот такому малиновому цвету то есть ну такой оттенок розового плохо разбираюсь цветах ребята плохо поэтому вот эти оттенки вот это вот все для меня очень сложно дается до хотел сказать про нюансы своей куклы которые у меня имеется вы можете увидеть в инстаграм у нее я ее взял именно из-за этого эксклюзива на носу была папиллома как я ее называю здесь был резиновый нарост на ноздре конечно сейчас я смотрю на куклу без изъянов и мне хочется ее тоже но володя мне ее не отдаст поэтому пишите в комментариях уговаривайте его пусть он мне ее отдаст ну ладно немножко отвлекся давайте дальше дальше идет топ топ тоже однотонный тоже синтетика и тоже вот этого малинового цвета довольно таки аккуратно сделан аккуратно сшит сзади он сделан на липучку но снимать я его не хочу и внизу написано на спине что это китай и следующий элемент одежды я сначала думал что это два элемента я думал что это велосипедки и это такая юбка в стиле ламбада а оказалось что это сшитый между собой элементе шорты велосипедки и вот юбочка все это тоже сделано на липучку сам балан юбки в цвет и тот же материал что и блузка все остальное однотоновый малиновый цвет это я сниму потому что нам нужно примерить трусы к ней вообще посмотреть есть они на ней или она их тупо сумки принесла на на пляж ну конечно все как полагается барби просто обнаглела пришла без трусов но в комплекте у нее они были я их одену сразу чтобы мы посмотрели именно этот вид beach look удался сравним ее вот с этой вот второй картинкой и все соответствует конечно трусы на месте топ на месте и она может в принципе отправляться играть фрисби нам не хватает собаки в комплекте либо другу какого-нибудь макен в этой серии точно не было тело стандартная 1966 года twist and turn крутится в разные стороны ломать хребет мне не пришлось в этот раз ручки согнуты на 90 градусов раздвигаются до в стороны крутится вокруг своей оси имеет по своей природе воспаление на лимфоузлах какие-то заболевания все-таки у барби должны быть ножки резиновые 22 щелчка и 55 прихлопов на самом деле только два да на 3 не зашла но щелчки хотя бы не отпиливает держит вторая нога также эти многие пишут что они еще мы не может она в обратную сторону как кузнечик выгибать свои коленки но сейчас я ее полностью одену добавлю все аксессуары которые к ней шли в комплекте и мы сравним ее с основным артом и так кукла уже в полном комплекте собрана стоит и ждет своего сравнения с артом хочу сказать что производители конечно же нас не обманули с артом она очень схожа единственное что фрисби она не умеет держать в руках но это уже ее функциональные так сказать и физические особенности да не может она я у своей лично засунул сумку этот фрисби и все прекрасно шло заодно трусы туда тоже можно положить налюбовались на арт давайте полюбуемся еще раз куклой и будем завершать наш обзор фрисби все-таки засуну сумочку так как зачем-то же она нужна как я и сказал кукла мне очень нравится она очень красивая она очень яркая необычная весь выпуск мы все-таки искали информацию про веки вархаус ничего толком не нашли кроме как то что эта кукла является коллаборацией двух брендов акул эйт и веки вархаус и собственно мотел выступила неким таким посредником и выпустила куклу можно сказать что это кукла рукопожатие между двумя брендами на этом я пожалуй закончу этот обзор пишите в комментариях как вам такая кукла если она у вас в коллекции не забывайте подписываться на наш канал вы жмите на колокольчик и также подписывайтесь на наши инстаграмы и группу во вконтакте все ссылочки будут в описании и на экране и на этом все всем пока на лице имеется какая-то посыпка поэтому володя вам поближе покажет вас возможно это стиральный порошок возможно не стиральный посмотрим потом стирается да да я больше скажу у нее скинтон по моему отличается от моей я хочу ее забрать ну вторая придет купишь не хочу эту собрать отдай мне не понравился именно это я тебе дам другую вообще я забираю себе и ухожу завидую сижу он еще мне тут указывает ты обязаны ее подарить просто обязан понимаешь ты мне друг или сосиска ты просто завидуешь ну ладно пусть будет она у тебя я следующую тебя заберу никаких розыгрыш а чё еще на сказать так я сказал что она ярко красиво володя мне ее не отдает паскуда тяпки мы и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»